МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Со стороны улицы Пролетарской знак 3.1. Въезд запрещен. Сотрудники госавтоинспекции обращаются ко всем автомобилистам с просьбой быть внимательными на этом участке дороги. В гимназии номер один началось долгожданное строительство перехода. Напомним, переход между корпусами будет представлять из себя двухэтажное строение. На первом этаже разместится гардероб и техническая комната. На втором появятся две аудитории. И самое главное, в гимназии наконец-то удастся установить контрольно-пропускной пункт. Сразу в двух школах Каннска в скором времени оборудуют комнаты психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Около двух миллионов рублей выиграли девятая и вторая школы в рамках федеральной грантовой программы «Доступная среда для детей с ОВЗ». Педагоги Каннска кидались сырыми яйцами. Такое состязание придумали для них организаторы в рамках традиционного туристического слета. Около ста преподавателей школы-воспитателей детских садов города сменили строгие костюмы на спортивную форму и поборолись за звание лучших туристов. Артисты Каннского драматического театра совершенствуют свое актерское мастерство. В рамках проекта «Культурная столица Красноярья» московский режиссер Александр Баркар провел мастер-класс «Уроки для профессионального актера». По окончании мастер-класса творческая группа театра получила документы о повышении квалификации. Шахматисты Каннского дома детского творчества приняли участие в Олимпиаде. Международное состязание состоялось в Монголии и объединило спортсменов из 27 стран мира. Стоит добавить, прошедшее лето для ребят клуба «Храбрый слоненок» выдалось насыщенным. Они успешно проявили себя на первенстве Красноярского края. На Всероссийском фестивале по шахматам выиграли этап Кубка России и Международный фестиваль в Улан-Удэ. Жители дома номер 9, поселка Строителей, вынуждены терпеть истошный запах, исходящий от канализации. Техническое помещение, расположенное на первом этаже, заливает фекалиями. Дурно пахнущая история длится уже два месяца. За это время управляющая компания так и не смогла устранить коммунальную аварию. Почему, разбиралась Ольга Волокшина. Свои виды жители первого подъезда дома номер 9 связывают со строительством магазина в жилом здании. Как только завершились все работы, в подъезде они стали ощущать неприятный запах от канализации. Когда жильцы открыли подсобное помещение, оно оказалось затоплено нечистотами. Сейчас вот приходили из ЖКХ, они 8 метров где-то там проткнули, упираются в что-то. Вот уже 11-го числа был здесь и главный инженер, и была здесь и наша мастер здесь. Но обещают, неделя прошла, опять ничего. Сейчас все застынет, и мы будем задыхаться, потому что нам невозможно. У нас вот маленькие груднички вот здесь, ну и сами мы, это просто невозможно. Сейчас начинает пахнуть не только в коридоре, но и в квартирах. В квартирах этого подъезда проживает много семей, в которых есть грудные дети. Родители беспокоятся, что антисанитарные условия могут повлиять на их здоровье. Все связано с канализацией, потому что недоделки служб, которые обслуживают этот дом, они недоделали, и поэтому периодически что-то пытаются прочистить, но ничего не получается у них. И эти запахи, как бы, они, ну действительно напрягают. Как бы тут у нас есть дети, которые тоже этим запахом нюхают, как бы, да, это же вредно. Также люди опасаются, что проблема останется зимовать с ними до весны. По их словам, два месяца ее решением никто не занимался, а после заморозков жилищники и вовсе про нее не вспомнят. Однако директор обслуживающей организации в телефонном разговоре объяснил ситуацию. Вопрос находится на контроле. Сотрудники предприятия выезжали на объект и пытались прочизить канализационную систему. Однако успешно завершить работы им не удалось. Работники нашей компании попытались пробить канализацию тросом, но трос упирается, что-то сидит. Значит, кто-то из жителей что-то туда запустил. На дальний период мы немножко прекратили работы безвести тем, что началось запуск тепла. Работы в данном доме возобновят в понедельник. Возможно, даже придется проводить масштабные мероприятия – вскрывать участок грунта от колодца до жилого помещения. По словам Николая Черновского, на следующей неделе проблема должна быть решена. Ольга Волокжина, Александр Минеев, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. 17 сентября, в день иконы Богородицы «Неопалимая купина» у часовни, расположенной на территории 10-го отряда МЧС по Красноярскому краю в городе Канске, состоялось торжественное построение личного состава и молебен. Тему продолжит Ольга Величко. Часовня Святой Богородицы «Неопалимая купина» была построена по инициативе личного состава Каннского гарнизона пожарной охраны и сотрудников МЧС. Спасатели возвели ее своими силами. В настоящее время это единственная часовня на территории пожарной части во всем Красноярском крае. Однако это стало положительным примером. В Минусинске и Шарыпово уже начали строить такие храмы. «Наличие на территории пожарных частей вот таких маленьких часовен, посвященных нашей иконе-покровительнице, оно, скажем так, дает возможность верующим среди личного состава и близлежащих, может быть, каких-то домов прийти, как в Божий храм, и помолиться». С момента освящения часовни в Каннске прошло два года. Огнеборцы отмечают, икона оберегает город от пожаров и чрезвычайных ситуаций. Статистика показывает, что с каждым годом их становится все меньше. «Поставили часовню и осветили часовню. С помощью Каннской епархии была написана икона, и с этого времени статистика говорит о том, что у нас количество пожаров и гибель людей на пожарах, она пошла на склад. Каждый год у нас это происходит понемногу снижение количества пожаров и гибель людей». Икона «Неопалимая Купина» считается заступницей от огня и покровительствует всем, чья профессия связана с пожарами и спасением людей из власти стихии. «Есть такое поверье в народе, что на самом деле так, она помогает, защищает жилища, дома, людей от пожаров. Этому способствовало много примеров, когда люди молились этой иконе, ходили вокруг пожара, и иконе отступало, стихия отступала». По окончании торжественного построения и священнослужения пожарные поставили свечи за упокой погибших товарищей, помолились за здоровье коллег и свое благополучие. Ольга Величко, Анастасия Мосина, Татьяна Лисогор, Вячеслав Морозов. Итоги недели. Инициативная группа старшеклассников в гимназии номер один призывает жителей Каннска творить добро от чистого сердца и бескорыстно. Учащиеся девятых классов организовали добровольческую акцию, в рамках которой планируют оказывать помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Использовать каждый свой день для приумножения любви и добра вот цель этих школьников. Добрые дела они планируют делать не в расчете на достойное вознаграждение, а бескорыстно. Пока девятиклассницы только разрабатывают план мероприятий, который войдет в основу проведения добровольческой акции «Твори добро». Например, устраивая различные мероприятия на базе гимназии номер один, а также оказывать какую-либо материальную и моральную поддержку. За помощью мы обратились к нашему гимназическому сообществу, а также мы бы очень хотели привлечь граждан города Каннска, те, кто не роднодушны к этому, чтобы помогли нам с нашим проектом. Действительно, гимназисты всегда были очень отзывчивыми, и на счету этого образовательного учреждения не одна успешно проведенная добровольческая акция. Особенно ценно, что большинство мероприятий это инициатива самих детей. Учителя лишь выступают кураторами и оказывают поддержку. Акция «Твори добро» запланирована до конца учебного года, однако вполне возможно, что станет традиционной. Организаторы призывают жителей Каннска не оставаться равнодушными. Более подробно об условиях участия в акции вы можете узнать, посетив официальную группу добровольцев в социальной сети ВКонтакте. Сразу после короткой рекламы в рубрике «Гой студии» председатель избирательной комиссии муниципального образования Александр Быковский. Мы обсудим результаты выборов депутатов Каннского городского совета пятого созыва. Не переключайтесь. Меховая выставка «Зимняя сказка». Город Киров. Большой варшуб из норки, мутона, нутрии, каракуля, енота. Скидки до 50%. Каннск 19 и 20 сентября с 10 до 17 часов в ГДК. Улица Ленина, 10. Медицинский центр «Богена» представляет новый проект «Клиника без боли». Болит у вас голова, болят у вас ноги, спина, боли в животе. Любая локализация болей мы к вашим услугам. Первичная консультация по диагностике и лечению любых видов боли будет осуществляться бесплатно. Запись по телефону 3 90 00. Натуральное дерево – идеальный материал для вашего дома. В наличии и под заказ погонажные изделия для наружной и внутренней отделки. Вагонка, террасная доска из сосны, лиственницы, осины, кедра, а также столярные изделия. Имея собственное производство, мы можем предложить индивидуальную комплектацию и выгодные условия каждому покупателю. Внимание! Акция «Осенний цинопад». Скидка на весь материал до 10% до конца сентября. Центр комплектации малоэтажного домостроения. Гаражная 20В. Центральной темой уходящей недели стали выборы депутатов Каннского городского совета 5-го созыва. Единый день голосования состоялся 13 сентября. Предварительные итоги были подведены уже в ночь с воскресенья на понедельник. И более подробно о результатах выборов мы поговорим с моим сегодняшним гостем, председателем избирательной комиссии муниципального образования Александром Быковским. Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте. Александр Владимирович, какими были выборы Каннского городского совета и насколько они были легитимными и прозрачными? Выборы Каннского городского совета депутатов 5-го созыва прошли в общем-то в том ритме, в котором мы практически и ожидали. Выборы состоялись, они признаны действительными и состоявшимися. В соответствии с этим на сегодняшний день избирательная комиссия непосредственно работает уже с политическими партиями для того, чтобы они определились четко уже с теми кандидатами, которых мы будем регистрировать и выдавать им удостоверение об избрании депутата Миканского городского совета депутатов. Вот каковы итоги? Ну, надо так скажем несколько сделать сравнение с 2010 годом, чтобы было понятно, какова тенденция на выборах в 2015 году. То есть, если мы в 2010 году по общему проценту, который проголосовали население, было чуть более 27%, то в 2015 году данная цифра составила 21,7%. То есть, мы видим, что тенденция к уменьшению жителей к тому, чтобы приходить голосовать. Но вместе с тем мы должны заметить, что на территории практически всего Красноярского края даже снизилась явка в сельских местностях. То есть, это говорит о том, что, в общем-то, несколько избирателей может быть потерял интерес, либо какие-то иные причины. Но это уже, так скажем, вопросы к политологам, чтобы они изучали, смотрели, делали выводы по этим тенденциям. Явка существенно уменьшилась, да? Ну, как мы видим, практически на 6%. То есть, это тоже, в общем-то, повлияло на определенные результаты по политическим партиям и по одномандатным округам. Но вместе с тем, надо сказать, что в 2010 году у нас было зарегистрировано 5 политических партий, из которых получили, то есть, допущены были до распределения депутатских мандатов 4. То в 2015 году, то есть, в этом году, зарегистрировано 6 политических партий, и все 6 политических партий допущены к распределению депутатских мандатов. То есть, очевидно, и здесь определенные тенденции по снижению процента голосования за каждую из политических партий как раз и составило из той самой большой конкуренции, которая наблюдалась на выборах в этом году. А по партийным спискам все партии прошли и получили мандат? Да, по партийным спискам прошли все политические партии, получат все политические партии мандаты, но в зависимости от процентов, у кого больше, у кого меньше. То есть, если сегодня говорить о том протоколе, который был подписан, то политическая партия «Единая Россия» получит пять депутатских мандатов, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» получат по два депутатских мандата, и политическая партия «Родина» и «Коммунисты России» по одному депутатскому мандату. Вот соотношение политических сил в городском совете, оно будет равным, да? Ровно половину мандатов получит «Единая Россия», другую часть получат представители других партий и самовыдвиженцы. Как вы можете объяснить такое положение дел? Это все конкуренция. То есть, опять же, мы вернемся с вами в 2010 год. То есть, если в 2010 году мы зарегистрировали всего 112 кандидатов, ну, с учетом списков политических партий, если разбить, то получится так. По одномандатным округам в 2010 году было зарегистрировано 55 кандидатов и 57 по партийным спискам. То есть, если мы вернемся к выборам этого года, то здесь уже тенденция совершенно иная. 152 кандидата было зарегистрировано, в том числе 81 по одномандатным округам и 71 по партийным спискам. То есть, в разы увеличилась конкуренция, а отсюда, естественно, и определенный результат самого голосования. В прошлом созыве, в четвертом созыве, если мне не изменяет память, две трети, да, было единороссов, то в этом ровно половина. Ну, я как бы тенденцию эту не отслеживаю, потому что для избирательной комиссии важно, чтобы избирательная кампания прошла в рамках закона, а дальше уже вопрос политики, это вопрос уже непосредственно самих депутатов, вопрос уже непосредственно городского совета. То есть, говорить о том, что Единая Россия теряет авторитет, какое-то вот у населения нельзя, это всего лишь конкуренция? Я бы не сказал, потому что, если в 2010 году Единая Россия процент получила 39%, то в этом 33%. Если посмотреть по тем параметрам, что я и говорю, что все шесть партий прошли, то, в общем-то, понятно, что какой-то процент взяли на себя те партии. Естественно, те, которые сегодня также будут представлять своих кандидатов, своих депутатов в городском совете. Выборы прошли не только в Каннске и в других территориях Красноярского края. Вот если посмотреть по территориям, там какая картина складывается вот в плане Единая Россия, да, и оппозиционные партии? Ну, как и у нас, в общем-то, везде на первом месте Единая Россия, где, так скажем, с большим процентом, где с равным нашим. То есть, но тенденция такова, в общем-то, что пока и видно это нам, что Единая Россия, в общем-то, политическая партия, которая получает большинство голосов по всему Красноярскому краю. Что касается самовыдвиженцев, вот среди них достаточно были серьезные, да, конкуренты и кандидаты. Что можете о них сказать? Ну, я как бы по конкретным кандидатам и уже избранным депутатам, наверное, не буду сегодня вести речь. То есть, каждый из них, каждый из тех, кто представлял и был зарегистрирован, был достоин депутатского мандата, ну, победил сильнейший, как было всегда. То есть, нас только одно радует, что действительно, вот в этих выборах была серьезная конкуренция для всех. Разрывы, в принципе, небольшие. Поэтому достойные победы тех победивших депутатов, и мы за них очень рады. Впервые в этом году в подведении итогов помогали автоматизированные устройства. Вот как все прошло, все ли было гладко? Ну, так скажем, у нас только один, 128-й избирательный участок, не смог перейти на КАИБы, пришлось переходить, принимать решение о голосовании и подсчете голосов вручную. Ну, связано это не только у нас, это и по территории на нескольких, я имею в виду, в нескольких там городах, где размещались КАИБы, были проблемы. Ну, а в основном, в общем-то, прошло все в штатном режиме. И я скажу, что результаты, которые показали КАИБы, они однозначно помогают непосредственно участковым избирательным комиссиям. То есть, если мы в прошлые годы, в том же 2010 году, начинали принимать первые участковые избирательные комиссии где-то после 24 часов, то в этом году мы их начали принимать уже после 10, то есть в 10 часов, это 2 часа после окончания избирательной кампании. Естественно, резко сократилось время, и, естественно, это помогло и участковым избирательным комиссиям сократить время в части того, что не надо было каждый бюллетень просчитывать и так далее. Но вместе с тем результат голосования в комплексе обработки избирательных бюллетеней говорит о том, что никаких подтасовок и так далее, то есть машину в этой части не обманешь, она не запрограммирована ни на что, кроме как на четкую работу в части того, что должно быть подсчитано именно так, как опущен бюллетень и какая отметка там есть. Вот еще об одном новшестве этих выборов, графа против всех. Сколько у нас избирателей проголосовали против всех кандидатов? Ну, чуть-чуть более 9%, но я скажу, что это не такой серьезный показатель. В части одного, что если сравнить, например, тот же 2010 год, когда не было строки против всех, то так называемое число недействительных бюллетеней по тем выборам составило почти 8%. То в эти выборы число недействительных бюллетеней составило 3,6%. То есть показатель таков. Сегодня те, кто голосовал в 2010 году и не хотел проголосовать ни за одну партию, либо ставил несколько отметок, либо не ставил вообще, и этот бюллетень уходил в недействительный. То сейчас появившись строка против всех, просто эти избиратели голосовали против всех. То есть, как мы видим, по процентам практически один в один. Вот несмотря на то, что результаты голосования, они уже известны, до сих пор сказать точно о том, каким будет состав Каннского городского совета пятого созыва, пока нельзя. Насколько я знаю, кандидаты по партийным спискам, они еще не утверждены. Ну, на сегодняшний день практически все уже решено. Все политические партии уже определились со своими кандидатами, со своими депутатами, которые должны будут получить у нас удостоверение. Регистрация намечена на 23 сентября. То есть мы примем решение о регистрации как депутатов по одномандатным избирательным округам, так и депутатов по выдвинутых в списках политических партий. Когда состоится вручение мандатов? Ну, мы планируем, здесь будет уже зависеть от самих депутатов, то есть мы вообще планируем вручить им 30 сентября перед началом первой сессии. Александр Владимирович, спасибо вам большое за беседу. Спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания. В рамках проекта «Культурная столица Красноярия-2015» наш город с гастролями посетит Ачинский драматический театр. На одной из постановок гостей побывала и наша съемочная группа. Ачинский драматический театр в Каннске с гастролями не впервые. И в год, когда наш город назван культурной столицей Красноярия, гостям особенно приятно выступать на Каннской сцене. К тому же, в последний раз они были здесь более шести лет назад. Сейчас мы гастролируем у вас не только в Каннске. Мы отработали и Ланск, Бородино. То есть сегодня у нас уже третий день, как мы работаем на сцене. Как оказалось, дети в Каннске любят театр еще больше, чем взрослые. На постановку пришли мальчишки и девчонки с родителями и целые группы ребят из школ и детских садов города. Для некоторых посещение театра уже стало доброй привычкой. А тут часто ходишься? Почти каждый месяц меня мама ходит сюда. Почему тебе нравится? Потому что там есть хорошие люди, хорошие сказки. В зале аншлаг. Буквально яблоку негде упасть. Чтобы уместить всех зрителей, пришлось даже дополнительно приносить стулья. С нетерпением юные любители театрального искусства ждали выхода на сцену главных героев. Всего их в этой музыкальной сказке четверо. Крокодил с улыбкой до ушей, вредная обезьянка, маленькая улитка и дружелюбный тигренок. У меня роль тигренка. Тигренок, он для своей подружки-улитки решил приготовить сюрприз на ее день рождения. И вот по ходу всей сказки тигренок ходит, ищет сюрприз и находит двух новых друзей. В доброй музыкальной сказке под названием «Сюрприз» рассказывается о ценностях дружбы и о том, что они заключаются совсем не в апельсинах или конфетах, а в добром отношении друг к другу и взаимовыручке. Спасибо вам и хочется сказать, без детства мне дают, что разлучиться, пока его не будет забывать, то ничего с тобой не случится. Татьяна Лисогор, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Такова информационная картина уходящей рабочей недели. Сообщайте свои новости по телефону 2-35-65. С вами была Анастасия Мосина. Всего доброго и хороших вам выходных. Торговые центры «Евродекор». Делаете ремонт, а мечтаете об отдыхе? Участвуйте в акции в Таиланд с «Евродекором». С 1 августа по 1 ноября сделайте покупку на сумму от 2000 рублей и получите купон участника «Евродекор». Приятно выбирать, выгодно покупать. Спонсор прогноза погоды – компания «ФСК». Более 20 лет компания «ФСК» работает для вас. Пластиковые окна – это спасение для вас от шума, пыли, морозов и сквозняков. Уже 12 лет производственная компания «ФСК» работает для вас. Мы предлагаем окна в расстрочку без первоначального взноса. «ФСК». Окна сейчас, деньги потом. 19 сентября в Канске солнечно. Ветер северо-западной силы от 1 до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст. Температура ночью – минус 3, плюс 1. Днем – плюс 6, плюс 10. Не важно, какая погода за окном. Главное, чтобы настроение всегда было солнечным. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова